Дорогие друзья, приветствую вас еще раз во имя Иисуса Христа. Пусть Божья сила коснется вас, придет в ваши дома, в ваши ситуации, в ваши проблемы. Пусть Господь вас благосовит. И пусть, если у вас есть какая-то беда или утрата, пусть Он вас утешит. Пусть, если есть какая-то проблема или долг, пусть сверхъестественно этот долг уйдет. Пусть будет оплачен. Если у вас есть страх во имя Иисуса Христа, изгоняем сейчас этот страх. Прямо сейчас во имя Иисуса. Призывайте имя Иисуса Христа. Призывайте, в этом есть большая сила. Когда вы зовете, Он приходит. Дорогие друзья, неужели нам неизвестно, что когда мы вызываем полицию, если мы в проблеме, я не могу справиться с бандитами, допустим. Я вызываю полицию, полиция приезжает и справляется с ними. Набирай телефон Бога. 3-3-3. Неужели не так легко запомнить? Еремея 33-3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Когда мы вызываем скорую помощь, неужели она не приезжает? Она приезжает сразу. Когда мы вызываем Бога, то есть мы не вызываем Бога. И виси, и виси, и виси. Мы призываем Его, и Он приходит в своей силе и решает беду. Бесы уходят, эти хулиганы уходят, террористы эти уходят, которые мучили души людские. Они уходят, потому что свет Божий изгоняет их. Тьма не любит свет. Вы можете это дома проэкспериментировать. Придете в темную свою квартиру, и вы увидите тьма, 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 тьма везде. Возьмете и включите свет. Сразу тьма убежит. Сразу. Вот когда мы призываем имя Иисуса, тьма уходит. Аминь. Знаете, вот прежде чем я еще буду проповедовать, я еще хочу сказать. Вот прямо сейчас есть люди, которые спрашивают, Господь, Господь, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Прямо сейчас тебе Господь. Мне это Господь сказал передать. Иди и общайся с Ним. Вот что тебе надо делать. Тебе не надо что-то делать для Него, прежде чем ты не познал Его. Ты можешь делать для Него, если ты познал Его. Ты не можешь делать для Него ничего, если ты не познал Его. Если у тебя нет Его силы. Ему не нужно служение рук человеческих. Деяние 17 глава говорит об этом. Что Он не нуждается в служении рук человеческих. Он Сам дает всему жизнь и дыхание и все. Даже если у тебя есть талант и слава, они должны принадлежать Богу. Иначе ты становишься чем-то кумиром. Ты становишься маленьким Богом для кого-то. Вот что Господь меня попросил сказать. Вы спрашиваете, что делать? Идите общайтесь с Ним. О, я думал, что-то мне сейчас такое скажут. Иди возложи руку. Никакой руки не надо возлагать. Иди общайся с Ним. Общайся до тех пор, пока ты не услышишь Его. Общайся до тех пор, пока ты не получишь откровения. Пока у тебя не произойдет взрыва. Пока не произойдет излияние Святого Духа. До тех пор никуда не иди, ничего не делай. Излияние Святого Духа. И мы видим, когда это произошло. Знаете, у меня такое ощущение, что я начал проповедовать. Когда произошло излияние Святого Духа, вот тогда началось служение. И когда у Петра исцелился этот хромой, все начали благодарить его. Он сказал, вы что? Он разодрал одежды. Он настолько не хотел забирать славу Бога. Он говорит, это мне не принадлежит. Не славьте меня, не прославляйте меня. Я использовал и имя того, кто дало ему исцеление. Я использовал имя, которое превыше всех имен. Это имя Иисус Христос. Перед которым склоняется ад. Поэтому чаще произносите это имя. О, дьявол не хочет, чтобы это имя произносилось. Но мы должны произносить это имя. Громко произносить это имя. Мы должны прославлять это имя. Мы должны разрушать это имя именем Иисуса Христа. Мы должны восстанавливать также этим именем. В каждой ситуации мы должны использовать имя Иисуса. Когда надо разрушить, надо разрушить дела дьявола. И когда надо дать человеку надежду, мы должны использовать имя Иисуса. Мы должны всегда пользоваться именем Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Проповедь номер два. Непоколебимая вера. Вера – это то, что соединяет человека с Богом и дает победу в жизни. Непоколебимая вера – это наша ответственность. Все на этой земле направлено даже не столько, сколько против нас. Хотя дьявол пришел украсть, убить и погубить. Понятно, что он пришел это с нами сделать. Не с ними, с каждым. Но дьяволу ты, как человек, не представляешь никакой опасности до тех пор, пока у тебя нету твердой веры. Пока ты не стоишь на обетованиях Божьих и не стоишь на Слове Божьем, ты для него не имеешь никакой опасности. Как только ты начинаешь верить Слову Божьему и действовать, вот тогда ты для него опасность. Вот тогда ты для него огонь. Враг не смотрит на человека, а на то, что он имеет внутри. Что он имеет внутри. Что особенного было в Марии, матери Иисуса Христа? Девушка самая обычная, не из дворца, а из деревни. Да? Ничего особенного. Ничего. Может быть, на внешность не было самое обычное. Но то, что было внутри нее. Понимаете? Вот этого боялся и дьявол, и весь ад. И весь ад пришел в движение. Ирод дал, дьявол через Ирода дал приказ убить всех младенцев, потому что он боялся того, что носит Мария. Что должно было родиться. Вот это прообраз того, что дьявол боится не просто тебя. Ты самый обычный человек. Нет ничего особенного в тебе. Но то, что в тебе это вера, она побеждает мир. Она побеждает все проблемы. Так же и Бог не смотрит на лицо человека, но на его сердце. И если сердцем веруют, тогда уста должны говорить. Вот это есть вера. Вера это не когда я просто доверяю Господу, что в этой ситуации мне Господь придет на помощь. Я начинаю говорить, если мое сердце верит от избытка сердца, что делают? Говорят уста. Поэтому если Бог не наполнил твое сердце, у тебя сердце наполнено другим. Вот то, о чем ты говоришь, запомни, то и находится внутри тебя. Проблемы или сплетни или что-то еще, значит это в твоем сердце живет. А если мы от человека слышим чудеса, сила Божия, прорыв, мы видим, что человек наполнен Словом Божиим. Хочешь узнать, что в тюбике, да? Ты с утра берешь тюбик в руки. Откуда ты знаешь, что в нем? Потому что однажды ты надавил и увидел. О, зубная паста, это то, что мне надо как раз. Слава Богу, что там она есть. Представляете, на многие тюбики Бог нажимает, а там пустота. Фух, хлопок такой, знаете, воздух выходит. Или вообще что-то непонятное, гуталин какой-то выходит. Нам не нужен гуталин. Когда на тебя придут давления, а они придут 100%, когда тебя будут обстоятельства зажимать, то это проверяет тебя Бог. Не только дьявол тебя убивает и атакует. Не думай, что только дьявол за тобой охотится. Тебя преследует Бог. И Он заинтересован, чтобы в тебе была вера. Потому что если в тебе нет веры, ты не его ребенок. Ты не его ребенок. Ты ребенок другого отца. Если в тебе нет веры. Если ты не доверяешь. Если ты не слышишь слово Божие. Если ты не исповедуешь слово Божие. и ребенок другого отца. И мы все понимаем, что это не Бог. Поэтому Бог допускает обстоятельства, чтобы из тебя выдавить веру. Поэтому сложности были всегда в служении Иисуса Христа. И мы видим, что в нем была вера. Мы видим доказательство того, что Иисус был и являлся Сыном Божьим. Почему? Вера. Вера. Вера – это доказательство того, что ты являешься Божьим ребенком. Когда ты в сложной ситуации не вешаешь руки и не пускаешь нюни, а ты берешь и исповедуешь. Ты стоишь, когда невозможно стоять, когда уже надо падать. Ты продолжаешь верить и исповедовать тогда, когда у тебя уже ничего не осталось. Господь смотрит и говорит, о, Он похож на меня. Слышите? Он похож на меня. Мы все от Бога ждем. Вы думаете, Бог от нас ничего не ждет? Мы все ждем от Бога, ждем от Бога. Бог, Бог, Бог. А Бог также ждет от нас. Давай, 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 давай. Поднапрягись. Используй веру. Действуй в своей вере. Непоколебимая вера очень дорогая, так как прошла испытание. Иногда, когда наша вера колеблется, и нас одолевают сомнения, то не стоит отчаиваться, так как это тренировки. Тренировки. Где-то у тебя не получилось. Это ничего страшного. Если ты не продолжаешь лежать, но ты встал после удара, который ты не смог вынести, есть такие удары. А что скрывать? Есть такие удары, когда нас бьет проблема какая-то или ситуация, и мы не укрепились Господом. Мы не знали, не познали Его Слово. Мы не укрепились Его могуществом силы. И мы лежим на лопатках, и у нас звездочки в глазах. Ты такой думаешь, зачем мне вставать? Зачем мне это все надо? Я буду жить как простой человек. Вот тогда ты и показал, что ты проиграл. Но если ты встал, ты победитель. Даже если ты упал, но ты встал, у тебя все равно победа. Знаете, непоколебимая вера, то есть мощная вера, которую невозможно поколебать, которую невозможно сбить с ног, это как объяснить? Это как кошелек, где много денег. Вот знаете, есть у одного вера и у другого вера. У другого в кошельке находится только 5 евро. Все, что он может на эту веру купить, что он может купить? Пачку молока и булку. Он не сможет ничего дорогого купить, но тот, у которого кошелек просто не закрывается, потому что так много там денег, чтобы мы могли понять, вера это не просто деньги, я не говорю, я сравниваю. Ты приходишь, и ты можешь это себе позволить, ты можешь это себе позволить. Многие верующие на свою веру ничего не могут себе позволить. Самое большое, что они получили, это спасение свое личное. Но вера, она не призвана только получать свое спасение. Да, аминь. И это самое дорогое для нас, получить свое спасение и пойти к Иисусу. Но мы продолжаем жить на земле, и наша вера должна расти. Мы не только уже говорим о себе, что я восполняю свои нужды, а я восполняю нужды других людей. Просто представьте, вот, например, мать, которая родила ребенка, и у нее есть еда только для нее самой. Она ребенку говорит, извини, я не могу тебе ничего купить. Мы такого даже не можем представить. Понимаете? Вот так вот многие люди ведут себя. Они думают, что они, они как эгоисты, они получили спасение. А дети вот эти, это тоже дети, только заблудшие. Они должны еще прийти в дом отца. Мы говорим, нашей веры не хватает для вас. Вы же не хотите к Богу идти. Так сделай, чтобы захотели. Те вера для чего дана? Кто Давида гнал на поле боя? Ну ладно, отец его попросил идти на поле боя, да? Братьям отнести еду. Но кто его гнал? Кто свыше ему диктовал? Иди и бейся с Голиафом. Никто. Вера, которая находилась внутри него, она приняла этот вызов. Он видел, что никто не способен выдержать этого. Никто не способен ответить на этот вызов. У всех в кошельке только по одной евро. Он подошел к царю и видит, что у него в кошельке пусто. У него ничего нету. Он ничего не может сделать с этим Голиафом. Он подошел к братьям. Братья вообще, не просто, они знаете, они бы могли бороться только с ним, не с Голиафом. Их силы, их веры хватало, чтобы только Давиду закрывать рот и говорить, мы знаем твое пустое сердце, ты гордый, ты пришел сюда посмотреть на сражение. Он отвернулся от них. Он сказал, это слова. Я не буду на вас обращать внимание. Вы мои братья. Я даже не буду обижать вас, не буду огорчать. Вы мои братья. Он сказал, я сохраню весь мой гнев. И я сохраню всю мою веру на удар по башке дьявола. Понимаете, что верующие иногда делают? Очень странные вещи. Они друг друга бьют. Друг друга обижают. Вместо того, чтобы сказать, да ты мой брат, ты просто плотской. Я тебя оставляю в покое. Я не буду тебя трогать. Тебя Бог любит. И тебе надо просто исцеление. Ты раненый, больной человек. Еще я тебя буду добивать. Да не дай Бог, чтобы я тебя добивал. Я, наоборот, сохраню всю свою веру, весь свой потенциал, все, что у меня есть, нанести сокрушительный удар по царству тьмы. Бог хочет, чтобы у нас вера была, которая не только решает наши проблемы, но и проблемы окружающего мира. Почему мы остались здесь на земле в день нашего спасения? Потому что у Бога есть планы для этой земли, и Он не может их осуществить без нас. Он так сам захотел. Поэтому Он нас родил в этом поколении, в это время, в это последнее время, чтобы явить мощную славу. А мы такие сидим и ждем. Господи, что мне делать? Иди, заряжай свои батареи от Него. Иди, молись, пока не получишь откровения и руководство к действию. И запомни, ничего не делай для Бога. Все, что ты сделаешь для Бога, без Его помазания, без Его просьбы, это будут дела плоти. Это будет дар Каина. Почему Бог дар Авеля принял? Потому что Бог сам сказал, что надо в жертву приносить. Он показал. Он сделал Адаму Еве кожаные одежды. Скажите, с кого он эту кожу снял? С овцы. Он убил Агнца. Он убил. Была пролита кровь. Он первый, кто принес жертву и покрыл наготу Адама и Евы. И когда Авель сделал то же самое, он угодил Богу. Потому что это было от Бога. Так надо было делать. А то, что сделал Каин, это было вообще, это было противление. Это были дела плоти. И Бог никогда их не примет. По этой причине многие думают, послушайте, многие думают, здесь надо понять просто. Чем больше я сделаю для Бога работы, чем больше я сделаю труда для Бога, тем больше я завоюю его сердце. И он мне больше даст награду. Нет. Нет. Не так у Бога. У Бога важно не количество, а точность. Потому что мы думаем, что я сделаю много для Бога и угожу ему. А он меня просил только это делать и вот таким образом делать. Понимаете? Важно не много, а важно точно. Важно сделать так, как он попросил, как он показал тебе, для чего он тебя помазал, в том служить надо. И очень важно в служении это помазание, это действие Святого Духа. вот это Павел и сказал, он выявил, что он говорит, нету ничего такого, чтобы Бог через меня не сделал в моем служении. Великие чудеса были, великие изменения были, влияния, насажденные церкви. И он говорит, впрочем, это не я сделал, а благодать, которая со мною, помазание, которое всегда было на нем и которое увеличивалось, вера, которая росла. Это Павел акцентировал. Впрочем, благодать, которая со мною, это сверхъестественное действие Святого Духа. Поэтому, если ты постоянно колеблешься, постоянно у тебя сомнения, задай вопрос, ты вообще общаешься с Богом? Ты общаешься с Богом? Я понимаю, что есть уровни, когда ты переходишь от одного уровня веры к другому, более серьезному. Я понимаю, там могут быть тряски разные, но задумайся, если у тебя не хватает веры, ни на что, у тебя не хватает денег, у тебя ни на что, ты не можешь нигде расплатиться. Как ты себя чувствуешь? Ты себя чувствуешь приниженно. Смотрите, люди, которых нету веры, они себя чувствуют приниженно, потому что они ничего не могут сделать. Они все от Бога ждут, а Бог сказал, я отдал тебе веру, я отдал тебе задание, иди делай это. Почему ты не можешь делать? Потому что у тебя нету веры. Твоя вера постоянно колеблется. Мы видим, что Симон Петр, вообще его Петром не звали, апостол Петр, его звали Симон, Ионин, сын Ионы. Симон, сын Ионы. Что означает Симон? Это означает трость, колеблемая ветром. Травинка, колосок, который от дуновения ветра наклоняется в определенную сторону. Куда дует ветер? Туда именно наклоняется этот колосик, эта веточка. Ветер дует сейчас в другую сторону, и веточка такая тоже наклоняется в ту именно сторону. Он был неуравновешенный, он плыл по течению. Но когда пришел Иисус, Он сказал ему, ты Кифа, ты Петр, ты камень. Он дал ему другое совершенно название, он дал ему другое имя. Если ты не мог это делать, то тебе теперь Господь дает сверхъестественную способность делать это. Самое главное в непоколебимой вере, вера, которая не колеблется. Почему она не колеблется? Что значит колеблется? Это означает, она шатается, она упасть может. Самое главное в непоколебимой вере это тренировки и практическое применение веры. Вера растет только тогда, когда имеет практическое применение. Не когда мы слушаем, растет вера, тогда она приходит. Но когда она приходит, она должна расти. Когда Иисус пришел в утробу Марии посредством Святого Духа, он же не остался внутри утроби всю жизнь. Как он мог бы спасти людей? Как бы он нас мог спасти? Им надо было вырасти и родиться. И не просто родиться, а совершить еще и служение. Таким образом, когда приходит вера, она должна расти и спасать окружающий мир. Решать проблемы. Нам Бог дал власть решать проблемы благодаря нашей вере, которая основана на откровении Божьего Слова, на том, что Бог мне сказал. Я не могу построить свою веру только на том, что я прочитал. То, что я прочитал, я получил информацию, общую информацию, которую получают все люди. Но открыл ли Бог мне это слово? Есть ли у меня рема? Есть ли у меня откровение? Если нету, моя вера не сможет быть актуальной. Я так и буду постоянно сомневаться до тех пор, пока у меня нет живого общения с Богом. Либо обстоятельства будут колебать твою веру, либо твоя вера будет колебать обстоятельства. Запомни. Либо дьявол тебя атакует, либо ты его будешь атаковать. А ты говоришь внутри себя, ой, давайте я его не буду атаковать, главное, чтобы он меня не атаковал. Так вот, вот как раз таки такого нету. Он тебя будет атаковать. Почему? Именно ты являешься проблемой для него и опасностью. Поэтому не жди, пока он тебе будет удары наносить. В те места, в которые ты не ожидал. Ты наноси удары. Ты наноси удары. Используй имя Иисуса. Этим ты сокрушительные удары наносишь по царству тьмы. Твоя непоколебимая вера призвана производить шедевры. Ты отсюда должен уйти с этим знанием, что у тебя есть вера и она должна быть непоколебима. Обстоятельства будут колебать ее, трясти, чтобы тебя лишить этой веры. Но если ты поддашься, так и произойдет. Но если ты останешься непоколебимым, ты будешь продолжать верить и говорить. Важно говорить. Важно иметь в сердце знание, духовное откровение и говорить. Вот тогда появляются шедевры. У меня уже времени не хватает говорить, как Петр, в его жизни росла вера. В тот момент, когда он вышел из воды, из лодки, пошел по воде, произошел вот этот скачок, вот этот взрыв непоколебимой веры в его жизни. Потом мы видим, что Иисус вознесся на небо, и Иисус уже физически не ходил с ними, а чудеса происходили, потрясающие чудеса, потому что у них была вера. И мы видим, как Петр ухватил этого хромого за руку, поднял и сказал во имя Иисуса встань на ноги свои, дернул его, и он встал на ноги на свои. И мы думаем, вау, вау. А Библия говорит, что это не было просто вау. Это было тоже еще начальная вера Петра. Потом мы читаем в деяниях 5 главе 14 стихе верующих же более и более присоединилось к Господу, а Господа нету на земле, есть только церковь его. Господь уже на небесах. Множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них? Выносили и просто клали на дороге, как бортики на дороге, бортики просто, как асфальт, клали вот так вот. И если тень Петра, проходящего Петра, дотрагивалась до кого-то, что происходило? Читаем дальше, шестнадцатый стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Когда-то в начале своего служения Петр позволил вере расти, проявляться, и он дернул за руку. Он проявлял еще физические действия. Это было начально. потом Петр даже ничего не говорил. Он просто ходил. Вы просто себе представьте, что вера призвана действовать в нашей жизни, а мы все от Бога ждем, а Бог уже многое дал нам. И Он не может больше дать тебе, потому что ты это не употребляешь, то, что Он тебе дал. У тебя только теория, у тебя только теория. Когда же ты перейдешь к практике? Когда ты начнешь использовать свою веру, практиковать свою веру, Петр это допустил. И когда уже были они следующий раз в лодке, Иисус ушел по морю, а зачем Иисусу ходить по морю? Практика, практика, понимаете? Человеку надо практику, ему не нужно только теорию получать и слышать проповеди, ему надо свою веру тренировать. Поэтому Петр он сказал, или я умру, или я выйду, а я лучше выйду из лодки и подойду к Иисусу. И он спросил, можно? Иисус сказал, да. И Петр пошел по воде. Потому что тогда Иисус их отругал, сказал, где вера ваша? Петр запомнил это. Петр запомнил, что это не было просто злой Иисус, знаете, который отругал, где ваша вера, почему у вас нет веры? Это не было так. Иисус сказал, где ваша вера? Другими словами, я же дал вам, почему вы не использовали ее? Петр сказал, больше такого в моей жизни не повторится. В следующем уроке я сдам экзамен, я пересдам экзамены. У Господа можно пересдавать экзамены, к счастью. Если ты сердцем веришь Господа, ты жаждешь ему служить, Он тебе даст повторную пересдачу экзамена. А многие верующие не сдают экзамены, они вообще проваливаются, живут плотской жизнью. Все. Бог не захватывает. Спросите учеников Иисуса, вам интересно с Иисусом? Они скажут, что ты спрашиваешь? Мы захвачены Его славой. Нам интересно с Иисусом. Послушай, если ты верующий в Иисуса и тебе не интересно с Ним, ты не верующий. Вначале мы видим, как Петр дергает за руку и происходит чудо, а потом достаточно было тени Петра для исцеления. Вера растет, когда мы ее практикуем. Аминь. Аминь. Продолжение следует...